Северокавказский федеральный университет Студенты крупнейшего вуза региона подарили горожанам праздник. В Парке Победы ребята устроили акцию «В единстве наша сила». Для зрителей выступали лучшие коллективы из КФУ, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В Северокавказском федеральном университете у нас же учится огромное количество разных народов. И этот праздник, День народного единства, очень актуален для нас. И когда мы пели гимн на сцене, как-то почетно было очень. С одной стороны почетно, с другой стороны мы чувствовали такое единение. Поздравить ребят пришли представители краевых властей, общественных организаций и национальных диаспор. А студенчество из КФУ дарило зрителям хорошее настроение и тепло, которое передалось всем участникам красочного действа. Кульминацией праздника стал зрелищный флешмоб, организованный силами студентов. Студенты пронесли российский флаг по главной аллее парка и улицам Ставрополя. Кстати, среди гостей праздника по приглашению из КФУ были представители всех федеральных вузов страны. От Калининграда до Владивостока. Здесь среди студентов из КФУ они сразу почувствовали себя частью большой университетской семьи. Я уверен, что такие мероприятия необходимы. Необходимы потому, что страна у нас большая, мы очень разные все, да, и опыт абсолютно разный у всех. Для того, чтобы мы учились чему-то новому, чтобы мы не занимались импиридингом, да, не варили собственную соку в своих университетах, мы должны делиться с другими университетами своим опытом и получать от них опыт. Поэтому нам такие мероприятия очень важны. Фестиваль был задуман, чтобы сплотить молодежь, объединить вокруг общих культурных ценностей. В университете обучаются представители 86 национальностей. Это очень большая цифра. И здесь наш университет, это, конечно, дом дружбы. Мы вместе, и наше главное богатство, это то, что мы разные и умеем дружить. Эта мысль стала одним из лейтмотивов научной конференции, посвященной межэтническим отношениям. Ее участниками стали представители Ставропольских вузов, а также общественных организаций, национальных культурных центров и диаспор. Вместе они рассмотрели роль студенчества в укреплении добрососельских отношений и этнокультурном развитии народов Северного Кавказа. Мне кажется, конференция очень актуальна. Вот работа круглых столов, как раз я тематику посмотрел, очень интересно. Я бы хотел сказать о том, что вообще Северокавказский федеральный университет и ректор университета очень много делают для того, чтобы действительно потенциал студенчества, потенциал края в науке, культуре, образовании были наиболее полно реализованы. Многие участники фестиваля подчеркивали важность подобных мероприятий для нашего многонационального региона. Один дом, одна страна, великая страна, одни праздники у нас. Самый главный момент, что вот эти вот традиции, они передаются не просто из народа в народ свой, они передаются во благо укрепления нашего Отечества. Познакомиться с богатой культурой народов, проживающих на Ставрополе, можно было на концерте фольклорного творчества «Хоровод дружбы». Непосредственно перед началом смотра студенческого творчества гостей праздника ждал сюрприз. Ребята разных национальностей смогли поводить хороводы, а также поучаствовать в веселых играх и конкурсах. Традиционные народные игры и забавы пришлись молодежи по душе. Выполняя задания ведущих, ребята не только повеселились, но и обрели новых друзей. Безумно понравилось это мероприятие, очень радушно встретили, теплые, замечательные эмоции получили от этого мероприятия. Шумная компания, классные игры. Не остались в стороне от праздника и лучшие этнические коллективы ВУЗа. Так участницы ансамбля «Казачья воля» покорили зрителей танцами. Наш танец-хоровод, он один из ведущих танцев нашего ансамбля, потому что он отличается своей красотой, своей изысканностью, массовостью. Позже настал черед выступать самодеятельным артистам, певцам, танцорам, музыкантам. Многие из них впервые вышли на сцену, чтобы с помощью костюмов, движений и музыки представить культуру своего народа. И судя по реакции зрителей, ребятам удалось достучаться до сердец однокурсников и всех гостей праздника, в том числе иностранных студентов из КАИФУ. Фестиваль это классно, мне интересно. У нас в ней вот такие фестивали в Африке. Мне нравится. Все нравится, особенно танцы. На следующий день гостям фестиваля довелось убедиться в широте кавказского гостеприимства. Организаторы пригласили всех желающих на фестиваль шашлычников. Пока студенты колдовали над мангалами, гости смогли осмотреть подворье институтов, пообщаться с ребятами. Испанский шашлык сегодня. Мы вернулись из Испании с дарами, с Северного моря. Поэтому просим чуть-чуть поможем всех угостить настоящим испанским горячим и острым ящикам. С фестивара никто не ушел голодным. В этом году университет побил собственный рекорд и закупил 100 килограммов мяса на любой вкус. Гости праздника смогли не только понаблюдать за процессом приготовления шашлыка по рецептам разных народов, но и попробовать сочное горячее мясо. Так как мы находимся на Северном Кавказе, шашлык это наше национальное блюдо для всех жителей Северного Кавказа, поэтому каждый мужчина должен умирить готовить шашлык. Оценивало мастерство шашлычников в жюри. А в перерывах между дегустациями студенты радовали собравшихся творчеством, танцевали и общались с ребятами из других институтов. Настроение отличное. Уже второй раз на данном мероприятии. Очень все круто, весело. Наш институт просто зажигает. В рамках фестиваля в стенах вуза также прошел чемпионат по греко-римской борьбе. Этот вид спорта пользуется особой популярностью на Кавказе. Неудивительно, что нашлось немало желающих помериться силами. Лучшие из них получили награды и приглашения в сборную СКФУ. А тех, кому больше по душе высокая, прекрасная, вечная, собрала литературная гостиная. Здесь звучали стихи великих русских поэтов, посвященные Кавказу, а также произведения ярчайших поэтов из Кавказских республик. Многие ребята представили свое творчество на родных языках. Приятным сюрпризом для собравшихся стало выступление молодых бардов Ставрополья. Знаете, что меня поразило? Огромная толпа молодежи сидит. И, о ужас, они пришли сюда слушать стихи. Большой популярностью среди студентов пользовалась и книжная выставка. Здесь были представлены издания из фондов Краевой научной библиотеки имени Лермонтова. Многие из них были посвящены творчеству великого поэта. Здесь также можно было найти учебную литературу, словари, разговорники, книги по истории и культуре Кавказа. Любители интеллектуальных игр смогли поучаствовать в брейн-ринге. За победу здесь боролись 20 команд, представляющих вузы и колледжи города Ставрополя. Помимо вопросов на общую эрудицию и смекалку, участникам необходимо было продемонстрировать знания культуры и традиций народов Северного Кавказа. С этой непростой задачей ребята справились на отлично. Очень много вопросов про Кавказ, загадок, то есть направленность национальная наша, родная, близкая нам. И очень понравилось, что много команд не из нашего вуза, то есть мы набираемся у них опыта, смотрим, как они играют, знакомимся. После такой умственной нагрузки ребятам не помешает и более активный отдых, решили организаторы фестиваля. И не прогадали. Турнир народных игр «Богатырская сила» стал одним из самых ярких событий фестиваля. Перед началом состязаний ребятам предложили покататься на лошадях. Во все времена именно это гордое, красивое животное было верным другом и для горцев, и для казаков. Большинство студентов – городские жители. Многие из них в седле оказались впервые, но быстро освоились. На самом турнире ребята пробовали свои силы, участвуя в традиционных играх и забавах народов Кавказа. Одной из самых популярных площадок, особенно у девушек, здесь была станция стрельбы из лука. Это незабываемое впечатление. Мне очень все понравилось, все классно, замечательно. Когда вы стреляете, у вас действительно пробуждается вот эти вот чувства, ощущение того, что это сила. Это мощь, вот эти вот все первобыдные ощущения. Это просто красивый вид спорта, которым интересно заниматься. На соседних площадках можно было сразиться на мечах или молотках. Среди отважившихся взять в руки оружие были и хрупкие девушки. Мне было тяжело, потому что я маленькая, и это тяжелая штука была, поэтому я, к сожалению, проиграла. Но было весело очень. И азарт был такой, чтобы успехнуть. Многих участников фестиваля заинтересовал такой вид спорта, как масс-рестлинг. Жители Кавказа с ним пока еще не знакомы. Масс-рестлинг зародился в Якутии, а на Ставропольскую землю его привезли оттуда студенты из КФУ. Здесь были представлены и полюбившиеся еще с прошлого года игры. Например, кубарь, чем-то напоминающий гольф, только с препятствиями. Или «Разбей кувшин». Испытания на силу и ловкость продолжались на протяжении нескольких часов. И, судя по отзывам ребят, все они остались довольны турниром. Все, что здесь происходит, это какая-то частичка истории, которая была возможной у наших предков. И это интересно, все-таки лишний раз окунуться в это. Ну и, конечно, показать, кто здесь господин. Кто здесь? На следующий день участники фестиваля смогли направить свою энергию в новое творческое русло. В университете развернулась ярмарка ремесел Северного Кавказа. Здесь были представлены изделия местных мастериц. Самодельные игрушки, украшения, посуда, картины. Для всех участников фестиваля проходили мастер-классы. Соленого теста люди лепили фигурки обереговые, обрядовые, очень издрево. Пока одни ребята лепили из теста, другие работали над самодельными игрушками из текстиля и подручных материалов. А рядом рукодельницы показывали, как плести браслеты, создавать настенное панно и другие украшения для дома. Каждый нашел занятие по душе. Я попробовала лепить из соленого теста. Я пробовала, это уже не первый год. В прошлом году делали казаков, в этом году делают рыбок, потому что это символ удачи, счастья. Это необычное ощущение. Сам я родом из Дагестана, а вот на данном мероприятии я много видел всякие обереги, всякие изделия традиционные, да, которые относятся к русской культуре. Для меня это очень интересно, узнавать много о культуре своих друзей. В большом восторге от ярмарки остались также гости ВУЗа, участники форума международных студентов Юга России. Многие из них здесь смастерили сувениры на память о фестивале, подарившем всем много новых друзей, ярких эмоций и впечатлений. Пополнилась копилка рецептов студентов ВУЗа. В рамках фестиваля на протяжении нескольких дней в университете проходил настоящий карнавал национальной кухни. С традиционными блюдами народов Кавказа можно было познакомиться не только в столовых и буфетах из КФУ, но и в общежитиях ВУЗа. Радушные хозяева щедро почивали дорогих гостей. Те, кстати, могли не только оценить вкус угощений, но и узнать секреты их приготовления. Завершился фестиваль также ярко и красочно – большим галоконцертом. По традиции он был приурочен к Международному дню толерантности и Международному дню студентов. Посмотреть на выступления народных коллективов ВУЗа приехали не только ребята из соседних братских республик, но и около сотни иностранных студентов со всего юга страны. В прошлом году Алина Факоевна, наш ректор, обещала, что фестиваль выйдет на международный уровень. В этом году у нас уже был посол Сирии в зале, а ребята из Монголии выступали на сцене, поэтому мы задачу выполнили на этот год. Настоящая интернациональная дружба здесь действительно царила и в зале, и на сцене. На протяжении всего вечера, порой даже в одном номере бок о бок, выступали представители разных народов. Все они приехали учиться в ВУЗ из разных уголков страны и даже дальнего зарубежья, но не забывали о своих корнях. Выступление ребят – яркое тому подтверждение. По традиции вспоминали на галоконцерте и о Великой Отечественной войне, сплотившей перед лицом грозного врага представителей разных национальностей. Та война еще раз подтвердила истину, что в единстве наша сила. Отлично понимают это и студенты самого крупного федерального вуза региона. Вот вы видели номер, посвященный Украине. Эта девушка, она сама украинка, она сама принесла эти стихи с этим парнем. И они просились, пожалуйста, дайте нам возможность выступить. Меня очень радует тот момент, что детям не безразлично, где они живут, в какой стране, и насколько они хотят дружить все вместе. И как они сами от этого страдают, что у нас происходят какие-то неурядицы в мире. Свою любовь к малой и большой родине ребята выражали через танец, стихи, музыку. Многие из выступавших – лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Но на фестивале зажглись и новые юные звездочки. Талантливую молодежь вуза приветствовала ректор из КФУ Алина Левицкая. Неизвестно, какие сюжеты предложит вам жизнь завтра, и будут ли у вас такие возможности. Пока вы в наших университетах, делайте все, чтобы ваши потребности развивались. Используйте каждый день, каждый час и каждую минуту. Радуйте нас своими талантами. За две недели фестиваля у многих студентов и сотрудников из КФУ была возможность проявить себя. К его проведению подключились все институты вуза. Каждый стремился внести свою лепту в общее дело, чтобы подарить Ставрополю настоящий праздник и показать, что мы одна семья. Для студентов, конечно, это действительно было самым ярким событием, я думаю, уже начавшегося учебного года. Потому что столько событий, которые происходили каждый день, столько ребят, которые участвовали в этих событиях, столько знакомств, которые, я думаю, были у этих ребят за эти дни. Это действительно то, ради чего стоит что-то делать, то, ради чего хочется это делать. Уверена в этом и руководство вуза. Интерес к фестивалю превзошел все ожидания и подтвердил важность подобных мероприятий для молодежи. Ежедневно на наших площадках более тысячи, двух тысяч студентов принимали участие в культурно-просветительских мероприятиях, спортивно-массовых мероприятиях, научных, творческих и так далее. В общем говоря, в целом мероприятие состоялось, получилось. Мы надеемся на его дальнейшее развитие и уже в будущем году его рамки расширятся. Надеются на это и многочисленные гости и участники фестиваля «Дом дружбы», ставшего важным событием для молодежи всего Северного Кавказа. Редактор субтитров А.Семкин